Недавно Россия отметила 25-летний юбилей своей независимости. Скажите, пожалуйста, Москва как столица Новой России, какие архитектурными объектами лучшими отметила за это время? Может быть, не удивится, но я считаю, например, Храм Презоспасителя такой объект, который нельзя не отметить, потому что он эпохальный, и тоже очень символический, как восстановление ценностей дореволюционных. И Москва-Сити нельзя не отметить. Это, конечно, гигантский объект, действительно знаковый для города. Это все-таки правильное место? Да, я помню, когда Сергей Семенович говорил про ошибку. Там же вопрос был в том, что Москва, если посмотреть то, что было сделано за последние годы, именно при мэре, это серьезнейшее усиление инфраструктурной части этого проекта. Проблема в том, что да, с недвижимостью рванули очень быстро, с объемами гигантскими, а если посмотреть на то, чем проект обеспечивался, то, безусловно, этого было недостаточно. То, что сейчас там появилась новая ветка метро и большое ТПУ на малом кольце железной дороги, это все вещи, которые созданы вот сейчас, просто вдогонку, на самом деле, этого проекта. И я думаю, что мы с точки работы с рекой, с набережной еще дотянем. Многие вещи были доработаны, хотя отрицать то, что Москва-Сити является, скажем так, открыточным таким видом Москвы на сегодняшний день, конечно, невозможно. Сейчас урбан-форум московский прошел, и, конечно, объект Москва-Сити один из самых интересующих людей, ну, в общем, потому что он уже и готов, в том числе. Я думаю, что когда мы достроим объект, который строится сейчас, и Луженьки, и Парк Зарядье, я думаю, они будут претендовать, ну, если не на первом случае, то, по крайней мере, стоять в первом ряду точно таких объектов, но просто пока не в стройке, вот то, что из того, что можно посмотреть, вот Москва-Сити. О Парке Зарядье можете что-нибудь поподробнее рассказать? К осени 2017 года планируется его запуск. Единственное, надо сказать, что объект филармонии в парке, сам по себе очень серьезный и сложный объект, он будет запущен, но, очевидно, позже. Потому что он позже стартовал, там решение по парку было принято несколько раньше, чем по филармонии. Вот, так что там все в порядке, активнейшим образом строится сам парк и набережная, и там работа в бетоне практически уже завершена. Вот, знаете, весь опыт планирования города показывает, что спрогнозировать развитие города и его нарисовать через 25 лет, это все не работает и ни разу не было реализовано. Эти город, он неизбежно развивается органически, как растение развивается. Вот вы видите семечко, сложно написать план, то есть понятно, что это будет, не знаю, большой дуб когда-то, создать правильные условия, но вот понять, как у него там будут ветки расположены, там кроны такой формы, и прочее, сказать очень сложно. Я являюсь сторонником работы такой попроектной и планирование стратегическое только в каркасных частях. У нас сегодня есть планы по метрополитену, есть планы по дорожному строительству, есть планы территориального развития, такие как вот новая Москва развитие, да, и есть детально разработанные проекты, над которыми мы сейчас трудимся, чтобы владеть их в жизни. Такие как, например, ну тоже Сити, которая уже заканчивается, или территория завода Зил бывшего, да, которая еще больше, чем Сити район. Вот конкретные проекты, сделанные с большой степенью деталировки, уже очень понятные, и то там масса вопросов, да, хотя это вещи, которые мы видим в ближайшей перспективе, и они разработаны, то что называется уже практически до гвоздя, и то мы понимаем, что может быть много изменений в процессе. Потому что развитие, девелок, метастройка, такая вещь, которая действительно даже в пределах одного объекта, все, кто стройкой когда-нибудь занимались серьезно, знают, что даже когда ремонт в квартире делаешь, какие-то изменения приходят в самом конце. И это везде работает так, потому что, ну вот, так устроена эта жизнь. То есть особенно в России, где нет же традиции планирования заранее все в деталях, именно в пределах одного объекта, поэтому многие вещи меняются. Но я считаю, что это часть нашей культуры строительной, ничего там страшного нет, просто надо понимать, что строить прогнозы и пытаться описать, какая будет Москва через 25 лет, это просто совершенно бессмысленно, просто пустое занятие, даже время жалко. Со мной не угадаешь иногда в жизни. Я считаю, что архитектура успешно развивается, и многое достигнуто за годы работы Сергея Семеновича. Это мое устойчивое мнение, я могу сравнить, я работал в Москве всю свою профессиональную карьеру, могу сравнить, что было до него, что сейчас происходит. Разница разительная. И профессиональные лифты появились для молодежи, и огромное количество новых офисов появляется, и новых проектов. Конкурсов архитектурных прошло около пятидесятков, только крупных, а еще бесконечное количество маленьких. Этого всего не было в Москве. Это признаки, это конкуренция возникшая, это вообще движение вокруг архитектуры. Сколько публикаций стало, сколько в прессе стало заметных отзывов, сколько стало в международной прессе, комментариев у специалистов здесь появилось. Это все появилось сейчас. Этого не было, может быть, просто уже кто-то не помнит, как было, я помню очень хорошо. С другой стороны, понятно, что проблемы все не решены. Проблемы накапливались у нас, начиная с того момента, в общем-то, я считаю, когда Никита Сергеевич в свое время объявил о вреде, в принципе, архитекторов, про излишки и все прочее. Мы до сих пор это не преодолели еще, хотя прошло уже много лет. И преодолеть очень сложно, потому что инерция накапливалась десятилетиями. И процесс, который имеет такую инерцию, ну, как корабль, знаете, да, то есть, пример понятный, много тонн плывет, даже если включить задний ход на полную катушку, со мной еще останавливаться будет несколько километров. Да, есть проблемы. Я к этому отношусь как к постепенному развитию и, безусловно, прогрессу, причем довольно быстрому. Можно ли относиться к этому как к большим нашим недостаткам, посыпать к BWK пепелам и говорить, как мы хуже всех остальных? Вот, но это вопрос, говорю, личного отношения. То, что на сложнейших и лучших объектах участвуют лучшие специалисты со всего мира, ну, Москва глобальный мегаполис, да. Нас не удивляет, сколько, в принципе, иностранных специалистов находится в Москве в разных областях деятельности, в экономике, не знаю, в юриспруденции, в производстве, чего бы то ни было. Да, мы же этим не удивляемся. Вот, в архитектуре почему-то некоторые удивляются, а как, что своих не хватает. Но конкуренция, она глобальная, мы, Москва, хочет иметь лучшее. И главное, что в истории, понимаете, все, ну не все, а многие иконы нашей архитектуры уже, они тоже созданы иностранцами, это же никого не удивляет. Посмотрите, Кремль, который построен просто иностранцами, на 60%, не больше. И такие же дебаты были в то время, когда они строили, и начиная там с 15-16 веков, также считал, зачем позвали того, зачем позвали этого, он даже там по-русски не говорит. Вот, серьезно, если историю почитать, вы прямо увидите, как будто это дискуссия не 500-летной давности, а ее как будто из вчерашней газеты взяли. Вот, ну, вот такой характер носит наша профессия, просто, что это так обсуждается. При этом сейчас никому в голову не придется сказать, что объекты те, которые тогда так создавались, они как-то Москву уродуют или недостаточно идентичны для России или для Москвы. Нет же такого. Просто, например, что когда лучшие люди делают, это становится нашим российским лучшим объектом. И все, такая природа создания объектов недвижимости. Показывает, как это было построено. Скажите, пожалуйста, и в дальнейшем Москва будет открыта для иностранных архитекторов, так же, как и сейчас? Я считаю, да, я думаю, что Москва и должна быть открыта для всех специалистов. Если есть люди, кто с любовью к стране относится, и к городу нашему, и хотят здесь поработать, себя проявить, то я считаю, что, конечно, мы должны их принимать и давать возможности. Это, кстати, уникальная, мне кажется, особенность России и Москвы, потому что, надо честно сказать, что в западных странах намного более закрытый рынок. Попробуйте попасть на рынок, не знаю, там, архитектурный Нью-Йорка, или Лондона, или Парижа. Это реально мега задача. То, что мы даем возможность здесь себя проявлять каким-то серьезным компаниям международным, я считаю, что это сегодня делает Москву просто лидером развития. Вот то, что сейчас, как показало исследование, Москва стала самым развивающимся, быстро развивающимся мегаполисом в мире, это же одна из причин, что Москва просто готова работать с лучшими практиками и не стесняется этого, и не пытается какие-то заградительные барьеры этому вводить. Скажите, пожалуйста, вот Москва в ближайшее время, по вашему мнению, избавится, от этого приставки сталинской архитектуры, будут какие-то объекты? Ну, это просто расхожий же штамп, так называть, потому что, да, в тот период создавалась архитектура, в тот период был известен архитектурой арт-деко, которая в мире широко известна. Но мы же не называем Крайслер-билдинг, например, или Эмпайр-селер-билдинг в Нью-Йорке сталинской архитектуры. Это было бы смешно, потому что Сталина там никогда не была. И не он был идеологом от архитектуры, просто такая была архитектурная мода. Она приобретала некие, скажем так, черты национальные, в зависимости от места, от своего возникновения. У нас она приобрела такие черты, что у нас там истерпы, молодые, рабочие колхозницы, там она приобретала другие черты, да. Хотя, кстати говоря, в Рокфеллер-центре мы знаем историю, потому что с портретом Ленина в главном лобе, который там был, кстати говоря. Вот, просто я считаю, что это часть нашей культуры, идентичности, то, что сейчас я и сам делал, мы с коллегами делали, павильон на Биеннале в Венецианском, тоже же на эту тему был павильон. В ДНХ, вот, яркий пример старинской архитектуры. Вопрос развития этого наследия, управления. Вот, вопрос отношения к нему. Я за отношения, сразу могу сказать, позитивное и нацеленное на популяризацию. Это часть нашей культуры, потому что это то, что нас отличает от других, от нашей самобытности. Я сегодня, при всем огромном количестве разговоров, что власть не слышит то, не слышит все, или делает что-то не то или не так, я могу констатировать, что власть намного больше готова к сотрудничеству, чем часто большое количество профессионалов или интеллигенции, скажем так, шире. То есть можно, не знаю, приходить работать в структуру, можно участвовать в проектах, участвовать в конкурсах, которые происходят, участвовать в дискуссиях публичных. В общем, я за сотрудничество и против просто, скажем так, критики.